Я вас всех приветствую, сегодня у нас будет новая рубрика, я не знаю понравится она вам или нет, будут такие будьи бомбилы, будем качать максимальный скилл таксиста. Да, я понимаю то, что разницы особо нету там между 20 скиллом, но чисто для себя я хочу вкачать максимальный скилл, и поэтому я решил запустить такую рубрику, в которой мы с вами будем кататься, качать скилл, каждой серии буду брать новый автомобиль и хочу это растянуть примерно на 5 серий. Если вам такая идея нравится, то обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал. Но я вам напоминаю то, что я играю на проекте Амазинг РП на втором сервачке, все ссылочки есть в описании, поэтому заходите смотрите и начинайте играть вместе со мной. Но если вы только планируете начать играть на проекте, то конечно же не забывайте вводить мой промокод. Промокод Палканов, его можно вводить на любом серваке до 5 уровня, за него вы получите 300 тысяч рублей. Но я в свою очередь могу вам пожелать только приятного просмотра, приятного аппетита, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, берите с собой попить, покушать и наслаждайтесь данным роликом. Всех обнял, приподнял, полетели. Ну что ж ребятки, я уже успешно устроился в такси, давайте я вам вкратце объясню для чего мне это нужно, для чего я решил качать скилл. Я решил это снимать для вас, потому что если я буду качать скилл сам, мне будет скучно. А так я для вас буду записывать серии, показывать как я это делаю, будут какие-то смешные моменты, какие-то там сложные моменты. И каждый раз я буду стараться брать новый автомобиль. То есть дальнобойщики у меня очень хорошо вкачаны. Дальше я хочу вкачать максимальный скилл таксиста и потом после такси я буду уже качать рыбалку. То есть я вам хочу это все показывать, как я буду качать такси, дальнобойщики вы сами видели, насчет рыбалки не знаю, возможно тоже буду снимать. В любом случае, ребята, нам нужно сначала вкачать максимальный скилл таксиста, потому что это будет самое легкое, что можно из этого сделать. Дальнобойщики вкачать тоже довольно-таки сложно, рыбак это вообще уйдет на это год, поэтому я решил начать с такси. Если вам действительно эта рубрика понравится, то пожалуйста поставьте лайки, подпишитесь на канал. Если будет много лайков, много там комментариев, то что вот давай снимай, то я буду продолжать. Если нет, пацаны, это будет наверное единственная серия, которая выйдет, потому что я не буду снимать то, что вам не нравится. Я думаю, вы сами понимаете, поэтому если вам все-таки понравился этот ролик, то поставьте лайк, поддержите его, чтобы я понял, стоит оно того или нет. Итак, ребятки, насчет скилла у меня 23 уровень, как бы таксиста, то есть осталось немножко, и будет уже 24, то есть я не знаю, сколько мы за серию вкачаем. Я думаю, 24 точно должны вкачать. Присаживайтесь поудобнее, сейчас будем работать, будем бомбить, так сказать, зарабатывать деньги, возможно еще будем возить людей. Мы присаживаемся в наш автомобиль, пишем команду слэшджоп и нажимаем, получается, начать таксовать на личном автомобиле. Все, 18 тысяч от точки А до точки Б, все легко, все понятно. В принципе, я как бы и денежки немножко заработаю здесь, и самое главное, я прокачаю скилл. Я не знаю, зачем он мне нужен, но просто у меня есть желание вкачать максимальный скилл. Делать это вне стримов, там, вне серий, у меня нету желания, но так, я думаю, раз в недельку можно будет выпускать вот такие вот серии, где я буду работать. То есть, я думаю, это будет нормально, поработаю там часик, возможно, два часика, как получится. В принципе, работа как бы интересная. Да, это не будет дальнобойчика, это будут такие будни таксиста. Понятное дело, то что подобное, я думаю, никто не снимал там будни таксиста. Многие там просто снимали то, что есть такая работа, многие там работали час, чисто показывали заработок, но именно будни таксиста я не видел. То есть, я думаю, возможно, вам реально это понравится, просто мне как бы это интересно. Самое главное, интересно ли вам это, то есть, мне это очень важно знать. То есть, если этот видос вам не зайдет, если будет мало лайков, мало просмотров, то, скорее всего, продолжений не будет. Поэтому, как я и сказал, не ленитесь, просто поставьте лайк и реально подпишитесь на канал. Да, конечно, работа таксиста, она, знаете, прибыльная для новичков. То есть, для новичков, да, это нормальная тема, вы можете там зарабатывать более-менее нормально. Либо, если у вас уже есть там бизнес, имущество, то вы можете просто для интереса, для кайфа покататься, там, послушать музыку. То есть, именно для очень большого заработка эта работа не подходит. Она подходит чисто для новичков, чтобы заработать первые деньги. Либо для просто типов, в которых все есть, и они просто хотят покатать. Многие выбирают рыбалку, чтобы заработать, дальнобойки, там, и так далее. То есть, никто не выбирает именно такси, чтобы заработать здесь, там, на бизнес. Как у нас качается скилл? Получается, за длинные рейсы проявляется один опыт, за короткие рейсы опыт не проявляется. По-моему, надо привести либо два, либо три коротких, и тогда вам уже засчитается опыт. Мне выгодно вообще возить длинные рейсы, ну, длинные заказы, доставки, чтобы у меня скилл, как бы, качался побыстрее. На данный момент вообще работаю, я так понимаю, только я. Кстати, мне интересно, какой здесь процент стоит. По факту мне немножко пофиг на комиссию, потому что мне главное это скилл прокачать. Но все равно интересно было бы, я думаю, комиссия может быть 10, либо 15 процентов, может быть 20. Блядь, ну я вообще водил от бога просто, водила привет. Как дела просто, да, залетел в дерево. Да, сегодня, пацаны, очередь у нас М5, потому что, я просто не знаю, это пробный видос, как бы, зайдет вам этот видос, не зайдет. Снимать подобно или нет, просто если вам зайдет, то я попытаюсь, там, взять уже другой автомобиль. Возможно, там, у своих друзей, там, взять какой-то реально редкий автомобиль, либо еще что-то. И попробовать на нем потаксовать. То есть, сегодня у нас это М5, потому что, ну это моя единственная машина, на которой я могу работать в такси, потому что у меня, кроме М5 и газона, больше пока что ничего нет. Сейчас быстренько заказики повозим, вообще будет классно. На самом деле, мне эта работа нравится. То есть, просто катаешься, зарабатываешь бабки, реально, ничего сложного нет. То есть, да, бывают там затраты именно на ремке и на целку, затраты будут очень большие, если вы будете много работать. Если вы будете работать на машине такси, то у вас, в принципе, такого не будет. Даем тапочку в пол, просто М5 ебашит на все бабки 327. Но М5, она, знаете, вот такая вот дрифтовая, такая, чисто бачком повалить. Поэтому на ней работать, на самом деле, не особо комфортно. Возможно, если первый чип Nitro будет покомфортнее работать, потому что, ну, все-таки М5, она такая бешеная. Итак, ребятки, я заправился, но надо еще заехать купить ремок, потому что я обнаружил то, что у меня, как бы, ремок вообще нету. То есть, ноль, зеро, поэтому, если я вдруг сломаюсь, то мне нечем будет починить автомобиль. Поэтому быстренько сейчас залетаем, покупаем ремочки в самые лучшие 24 на 7. Да, пацаны, сам себя не похвалишь, никто тебя не похвалит. Поэтому можете приезжать ко мне в 24 на 7. А, нет, ремки у меня, кажется, были. Я немножко пиздобол. Не, ну, по трассе на М5 прям лететь нормально. То есть, блядь, максималочку топит вообще спокойно. Но, видите, вот ее начинаю заносить вот так вот. Если ты ее не удержишь, то тебе все, тебе габело, понимаете? А так, в целом, машина очень хорошая. Это моя просто любимая машина. Я считаю, это самый лучший просто автомобиль на проект. Ну, М5 именно. Потому что она, как бы, едет хорошо и стоит относительно недорого. Поэтому, я считаю, это один из лучших автомобилей. Он, конечно, здоровый, пиздец. Я не знаю, что они сделали. Но моделька, я заметил еще очень давно, то, что моделька сама очень здоровая. Хотя, скорее всего, М5 в жизни тоже. Я думаю, так и должно быть. Так, берем заказик тогда. Сейчас надо поехать, я думаю, подчиниться. Заказ у нас, получается, снова в этого. Но давайте все-таки я поеду, подчиню автомобиль. Потому что, ну, сейчас будет чисто хавать топливо. Вы сами видите, то, что мы проехали вообще понты. У нас уже схавало, ну, процентов, наверное, 10 топлива. Так быть не должно. Поэтому, сейчас я быстренько поеду, подчинюсь и поедем дальше работать. Ну, что ж, ребятки. Я успешно подчинял автомобиль. Я покатал за кадром. То есть, сделал там пару заказиков. И вкачал уже 24-й скилл таксиста. Смотрим, и у нас уже 24-й скилл. И мы уже можем качать 25-й. То есть, сегодня мы, скорее всего, это не сделаем. Но, ребята, надеюсь, что вам такого ролика формат понравится. Точнее, формат такого ролика вам понравится. Да, ничего такого интересного не происходило. Я буду еще экспериментировать, там, снимать либо вечером, либо днем. Потому что, в данный момент, я записываю утром. А утром, как вы понимаете, мало людей. Тем более, сегодня понедельник. И людей довольно-таки очень мало. Поэтому, ничего интересного и не происходит. Мне вот интересно, сколько у меня целка. Потому что, пацаны, на М5 ездить я вам не советую. В такси. Да, я целку почитал до 95. Уже целка 94. То есть, я разложился, наверное, раз 5. То есть, у меня ремки, наверное, все улетели. Давайте даже посмотрим. То есть, вот, у меня осталась одна ремка, пацаны. Просто одна ремка осталась. То есть, 5 раз я уже использовал ремкомплект. Я тут покатался, послушал музыку. Там жила-была. Давайте сейчас еще поработаем. Я думаю, сделаем пару заказиков. Заработали таксопарка за сегодня я 39 тысяч. Заработал для себя за сегодня я 226 тысяч. Меня все устраивает. Как бы работа очень легенькая. Просто катаешься. Я вот музыку слушал. Мне вообще с кайфом. Музон долбит, ебать. Ты просто ездишь туда-сюда и все. И за это ты еще получаешь деньги. Понимаете? Короче, получается то, что на машине можно ездить по дворам. То есть, допустим, на газоне, либо на фуре вы этого делать не можете. Здесь, в такси, вы можете ездить по дворам. То есть, вы можете обезжать светофоры. Можете как-то скоротать расстояние там и так далее. Если будете фигачить по дворам, знаете, ну, вам ничего не сделают. В этом плане хорошо. Ой-ой-ой-ой, ты шо? Так подкрался, подкрался, блядь. Я же заикаться начал. Да, кибертраки, конечно, здесь летают жестко. Потому что, ну, это самая, наверное, эмбовая машина для такси. И стоит она там около 30-40 миллионов. Ну, если не троечка, может быть, полто стоит. Короче, кибертраки, это самая эмбовая машина именно для такси. Меня, как бы, М5 устраивает, но, как я и говорил, то, что, скорее всего, если вам узнает эта рубрика, то я уже буду брать каждую серию новый автомобиль. Было бы интересно, кстати, на Ланцере поработать. Прикиньте, обратно, короткий, короче, заказик у меня. Уже третий раз подряд. Не знаю, что это происходит, но мне, как бы, нравится. Просто именно в этого классно кататься, потому что здесь нету ни радаров, ни светофоров. Ничего здесь нету. То есть вы гоняете на всю скорость, не нужно там где-то останавливаться, просто залетели, взяли метку, поехали. А нет, короткий, обратно. Четвертый короткий заказ, пацаны. Как бы, на дальность, знаете, есть секрет успеха, ты просто катаешь короткие рельсы, а вот в такси, как бы, здесь у тебя нету выбора. Тебе дают рельсы, как бы, рандомные. То есть ты не можешь выбрать, там, я хочу поехать туда, либо хочу поехать туда. Что тебе дают, туда ты едешь, как бы. Поэтому здесь, как бы, никаких, знаете, лайфхаков в этой работе нету. Ты просто катаешь, катаешь и катаешь, все. Околдовало, понимаете, этого, поэтому я отсюда никак не могу выехать. Обратно короткий заказ, пацаны. Да, в плане рема, конечно, затратная работа. Бля, обратно короткий заказ. Да куда просто, куда ты мне сыпешь столько заказов коротких? Обратно короткий заказ. Все, пацаны, я, короче, не могу выехать с этого. Просто мне не дает этого сделать. У меня заказы чисто по этого. У меня другие заказы не падают вообще. Как вы думаете, какой сейчас будет заказ? Конечно же короткий, блядь, я не знаю, что это происходит, просто мое проклятие закончилось, сейчас мы наконец-то поедем в сторону Батырева Так, что там на сзади, ебать, Х5, так куда ты лезешь, молодой, блядь, куда ты лезешь, блядь, ты шо, ну куда, Валера Опа, 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 вот так взял и полетел просто, полетел Так, Х5 у нас тоже едет, ебать, не, ну молодой, ну куда, ну куда ты лезешь, ну, я понимаю, тоже БМВ, ну, не, не дотягивает, как бы, до Х5 вообще, ну никак Так, тапочку в пол даешь и все хорошо просто, и сразу все отлично Х5, да, ему сложно, конечно, надо догнать, но я не знаю, возможно у него просто стоит первый чип, был бы у него третий, возможно он бы меня как-то бы догонял Но тем временем мне уже обратно нужно заезжать на заправку, сейчас обратно заедем, купим ремки Ну что ж, ребятки, я думаю на этом можно как бы заканчивать, я поработал полтора часа То есть мы вкачали скилл, я сделал там около 20-30 заказов, заработал там примерно 400 тысяч То есть я считаю, что для первой серии очень даже неплохо Самое главное, понравится ли вам такой формат, понравится ли вам такая рубрика То есть если вам понравится, будем снимать дальше Если не понравится, то получается это будет первая и последняя серия по данной рубрике Поэтому, ребятки, все зависит только от вас Заходите в описание, там есть вся полезная информация Начинайте со мной играть, приходите на второй сервак Ну и конечно же, не забывайте вводить мой промокод Всех обнял, приподнял, всем пока-пока